Вот они, герои Отечества. Те, кто своим примером показывает нам, современникам, как нужно жить, чтобы, оглянувшись назад, сказать «Я патриот своей страны». На этой переднавижной фотовыставке представлены лица полевчан, героев Советского Союза. Идея создать коллекцию портретов героев принадлежит пресс-службе Северского трубного завода. Специалистам художественной мастерской завода удалось со старых архивных фотографий, на которых с трудом прочитывались черты лиц, воссоздать цветные портреты полевчан. Позже эти фотоработы лягут в основу подарочного набора открыток к юбилею города. Это на самом деле замечательная идея, потому что в городе и в образовательных учреждениях, и в 18-й школе, в частности, несколько лет уже реализуется вот эта идея, и детей пытаются учить и воспитывать на примере героев и социалистического труда, героев Советского Союза, именно наших земляков. Но единого какого-то ансамбля его до сих пор нет. И набор открыток этот – это очень важный момент, потому что дети должны на этом учиться, появится возможность поддержать этот набор в руках, появится возможность на основании него написать какой-то реферат. Чуть дальше свое мастерство показывает спортивный клуб «Айкидо». Детвора, пришедшие на праздник, с удовольствием смотрит на то, как их сверстники овладели японским боевым искусством. Открывают же праздничную программу гражданско-патриотической акции «Честь имею» показательные выступления клуба «Ратник». Главная цель сегодняшнего мероприятия – это прежде всего показать подрастающему поколению Полевского, что кроме смартфонов и компьютерных игр есть еще другие увлечения – воспитывать в себе чувство патриотизма. Ведь именно любовь к родине, к отечеству должны стать национальной идеей всех жителей нашей большой страны и маленького Полевского в частности. Ради чего мы здесь собрались сегодня – это ради того поколения, которое сегодня живет, учится, ради тех детей, которые сегодня в нашем городе Полевском формируются и становятся будущими защитниками Отечества. И естественно, мы сегодня чувствуем свою недоработку в тех вопросах, которые вот показали сейчас в фильме. Мы должны знать каждую биографию вот этих 16 героев нашей Полевской земли. Мы должны знать, естественно, тех пионеров-героев, которые совершили подвиги Великой Отечественной войны. И особенно детей. О том, насколько дети Полевского патриотичны, громко говорится в фильме Ольги Фроловой. Член Полевского союза журналистов провела опрос в школах города. Ответы удручили. А маршалов Великой страны вы знаете? Да, Ленин. Ленин Владимир Ульянович. Крестные сражения. Сталинск. Ленинградская битва. Глава Полевского Александр Ковалев, гость сегодняшнего праздника, организованного пресс-службой Северского трубного завода, считает, что патриотизм – это то чувство, которое должно быть у каждого гражданина нашей страны. А воспитывать его необходимо с детства. И на личном примере. Есть такая фраза – народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Мы действительно потеряли очень много времени. И сегодня мы пытаемся ту веху, которая была пропущена, сделать книгу памяти. Спасибо нашему ветерану, спасибо всем, кто помогает нам ее сделать, чтобы в городе Полевском была такая книга памяти. Сегодня ежегодно вы видите, что на нашем городском памятнике у солдата количество фамилий становится все больше и больше. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на большой сцене Дворца культуры Северского трубного завода по инициативе пресс-службы и при участии Совета по работе с молодежью городообразующего предприятия был поставлен спектакль «Блиндаж» по пьесе Елены Поповой. Режиссером постановки выступила Надежда Расчектаева. «Блиндаж – это военная фантазия». По сюжету молодые ребята, наши современники, случайно попадают в «Блиндаж» начала войны, застрявшей во времени. Это фрагмент телевизионной версии спектакля. Сегодня ее впервые показывают на большом экране. Зрители в восторге. Кино – это вообще великая сила. И я благодарю всех, кто был причастен к этому большущему делу. По-моему, в истории города у нас впервые такое. И так здорово, когда ты видишь глаза, когда ты видишь эту искренность. Это что-то очень настоящее, чего нам в жизни не хватает. И мне очень приятно, что наш скромный коллектив, ну вот хоть на чуточку, но был причастен к этому большому делу. Мне очень сегодня мероприятие понравилось. Все было очень круто. Особенно, который сняли фильм «Одиннадцатый канал». Было вообще просто замечательно. Мне все понравилось, правда. Оценить работу актеров, режиссера и творческой группы телевизионщиков, а главное – заглянуть в историю 70-летней давности, смогут все школьники города. Подарочные экземпляры дисков со спектаклем «Блиндаж» передаются управляющим директором Северского трубного завода Михаилом Зуевым в фонд управления образования Полевского. Проверьте каждый себя. Способны мы сегодня сделать то, что сделало предыдущее поколение или не способны. Я думаю, что каждый, серьезно отнесясь к этому вопросу, уважаемые ребята, я думаю, что в каждом русском человеке, в каждом россиянине обязательно есть чувство Родины, чувство любви к Родине и, естественно, чувство патриотизма. Посмотрите этот спектакль. А вот для тех, кто пришел на премьеру телевизионного спектакля, ждали сюрпризы. Первый из них – это общение с главными героями театральной постановки. Второй – это фотосессия с актерами. От желающих нет отбоя. А на площадке около городского досугового центра АЗО всех пришедших на праздник ждала военно-полевая каша и выступления спецназа внутренних войск МВД России. Сейчас же дети другие. Это нехорошо, это неплохо. Они просто другие. Это дети поколения интернета, это дети поколения социальных сетей. И там как-то все по-другому. Там действительно все перемешалось во времени. И наша задача вот этих ребятишек сделать так, чтобы они, ну, что ли, почувствовали, помнили, что есть в жизни другие ценности. Это ценности чести, это ценности морали, это ценности родного дома, того отечества, которое требует, ну, защиты. И сегодня мы это очень ощущаем, смотря телевизор. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, заявил глава государства. А это значит нам, гражданам этого государства, остается только любить свое отечество и учить этому детей. Ксения Обладенкова, Сергей Чижов, Константин Миронов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день. Новости.